История этой пьесы тоже достаточно интересная. Это также современная пьеса. Ну, когда я говорю современная, это значит 20 века. Также современная пьеса, и прорабителем этой вещи стала обычная японская колыбельная, которая потом... Совершенно верно. Которая потом, соответственно, стала вот той самой тамукой, которую... Но это не совсем простая колыбельная, как я вот и знала, что это колыбельная, которую мать пела своему сыну, который болел, чтобы она просила, чтобы он выстроился. То есть колыбельная, как оберег. И также считается, что эта пьеса, опять же, принадлежит школе до Кёку. Хотя на самом деле это, конечно, просто прекрасная, красивая пьеса. И еще одной особенностью, которая характеризуется 20 век в Сякухате, является то, что наконец-то появились дуэты. То есть когда вот у Комусо, в реперториях Комусо, в принципе, они играли как бы вместе, но, как правило, играли одну и ту же мелодию. Есть некоторые исключения, когда вот в пьесах 19 века и ранее есть дуэты, но это достаточно большая реперция. В 20 веке, поскольку Сякухате снова приобретает музыкальный оттенок, сочиняются для флейты дуэты. Один из которых мы сейчас вам исполним, это пьеса современного автора Марку Линхарда, который скоро приедет с концертами в Москву. Пьеса Юдзеру – это пьеса «Сказка о журавле», который однажды был пойман. Это вообще старинная японская сказка, называется «Журавлиные перья». Про то, как старик поймал журавля в сел Киев, но выпустил его, и на следующий день в его дом пришла девушка, которая каждую ночь ткала ему шелк. Но у нее было одно условие, чтобы он никогда не заглядывал в ее комнату. И однажды, конечно же, он не сдержался, во всех сказках три раза сдержался, на четвертый раз не сдержался, заглянул, а вместо девушки там был тот самый пойманный журавль, который вынимал из себя перья и ткал из него шелк. После этого, конечно же, журавль улетел. Более того, я недавно прочитала продолжение этой сказки, оказывается, старик-то, точнее, в моей версии был не старик, а муж, для которого с журавлем этим самым была жена. И когда он ее застал в журавлином виде, она, конечно, улетела. И вот этот муж отправился ее искать и дошел до журавлиного острова. И среди журавлиного острова он увидел там тысячу журавлей, и среди этих журавлей нашел журавля без перья, ну, потому что его подруга журавль отдала все перья, не ему на ткань. И он пришел к ней, просил ее вернуться, она же пригласила его в гости, три дня они с ней пировали, потом она велела ему идти и больше не возвращаться. А когда он вернулся на свою родину, выяснилось, что прошло 300 лет. То есть есть у этой сказки и продолжение. Ну да, сейчас вы сами себе это думаете.